В центре занятости населения города Чебоксары прошел единый день открытых дверей для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие дети, студенты и взрослые. Сюжет об этом смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Профориентация школьников и студентов с ограниченными возможностями ничем не отличается от обычной. Ребята также проходят тестирование в центре занятости, чтобы определить для себя, какой тип профессии им больше подходит. Затем их консультирует профориентатор. Главное – объяснить детям, что ограниченные возможности – это не препятствие в достижении цели. Каждый из них может получить желаемую профессию и устроиться на достойную работу. Преодолеть личностные и социальные барьеры детям-инвалидам помогают профконсультанты Центра занятости населения. Еще один важный момент в работе профориентаторов – знакомить ребят с профессией прямо на производстве. В этот раз они пригласили девятиклассников из Кугейской школы-интернат на один из хлебозаводов Чебоксар. Запах свежевыпеченного хлеба не сравнить ни с чем, как и сам хлеб. Это труд сотен людей, которые вкладывают всю душу в румяный каравай, вздобную сайку и даже в маленькую булочку. Здесь ребят познакомили со всеми тонкостями выпечки хлеба, начиная с замеса теста до упаковки продукта. Такие экскурсии важны детям, нашим обучающимся, чтобы они воочию посмотрели, посмотрели, как работают. Хлеб – наша голова, все говорят, чтобы они знали, как выпускается хлеб, чтобы ценнее к нему относились и к работе хлеборобов тоже. Экскурсия очень ребятам понравилась. Надеемся, после этой экскурсии, после хорошего выступления, рассказа, после обзора, дети поступят учиться. И кто-нибудь, вероятно, придет из нашего класса работать сюда. Узнал столько многого, как вообще готовят батон. Мне здесь очень понравилось. Я думаю, может, в будущем я здесь как-то буду работать. Пока ребята лакомились вкусными булочками и горячим хлебом, в центре занятости Чебоксар в полную силу работала ярмарка вакансий «Занятость без границ». Представители различных предприятий города презентовали свои организации. Людям с ограниченными возможностями предлагались вакансии инженера, оператора связи, продавца, кладовщика. Решил не упускать момент. В одном месте столько организаций. Ну, понравилось то, что встречают хорошо, объясняют все сразу на месте. Здесь же можно было задать вопросы представителям пенсионного фонда, медико-социальной экспертизы и юристам. Специалисты рассказывали и о правах людей с ограниченными возможностями при трудоустройстве, о назначении пенсии, о прохождении медико-социальной экспертизы. А те, кто не смогли прийти лично, звонили специалистам Центра занятости по скайпу. «Мне интересует вопрос насчет профобучения на веб-дизайн. Когда возможно и...» «В этом году курсов уже не будет. Курсы будут в следующем году. Где-то начнутся в конце января или в начале февраля. Вы можете обратиться в 103 кабинет. Наберезаем. «Хорошо. Спасибо. А еще вакансию могли посмотреть». «Вакансия оператора ВМ вас интересует?» «Да». «На сегодняшний день у нас две вакансии оператора ВМ». Для решения проблем людей с ограниченными возможностями в Центре занятости населения создан специальный отдел. «Мы организовали впервые за 26 лет работы нашего центра. Мы выделили отдельный отдел для работы с инвалидами. Этот отдел всерьез занимается формированием банка данных по этим людям, информатизации». «Вау съ.-ввар моменты в мину Chapter 3» «Инваре заков üstíb». «Инваре заков憑». Редактор субтитров А.Семкин